Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в центр Котласа, яркие вывески. Предприниматели в погоне за потребителем размещают на фасадах домов конструкции больше и красочней, чем у конкурентов. И редко кто задумывается о том, будут ли они сочетаться с дизайном здания, на котором висят. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Александр Костерев называет все это кричащее безобразие визуальным мусором и утверждает, что городская администрация поступательно борется с ним, как того требует федеральное и областное законодательство. Мы фотографируем, актируем эти вывески, вносим в реестр самовольных установленных конструкций и дальше через комиссию по самоволкам начинаем демонтировать эти вывески. За последние три месяца с фасадов домов были демонтированы несколько десятков вывесок, не отвечающих требованиям муниципальной концепции по их размещению. И эта работа, со слов Александра Костерева, будет продолжена. Комиссия работает, вывески будут сниматься и уже даже в ближайшее время проведем комиссию, внесем в реестр, время, которое нужно по регламенту выдержим и начнем уже демонстративно снимать с центральных улиц. Это будет на камеру делаться, это для того, чтобы предприниматели начинали понимать, прислушиваться и таким образом мы только сможем до них донести информацию о том, что есть правила и выйти в правила. По этим правилам нужно работать. В общем, с муниципальной концепцией по размещению информационных конструкций придется ознакомиться каждому предпринимателю. И сделать это можно на официальном сайте Котласа в разделе «Документы», далее «Правовые акты», решение собрания депутатов за 2017 год, вкладка 237 об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования Котлас. Более подробную информацию можно получить в отделе архитектуры и градостроительства по телефону 2-24-85 или лично у Александра Костерева. Он принимает граждан каждую среду с 14 до 17.00. Продолжение следует... Продолжение следует...